Депутаты раскритиковали работу Министерств финансов и национальной экономики. Основная причина недовольства народных избранников – неэффективное использование бюджетных средств. Так, например, по данным счетного комитета, в прошлом году были потрачены 268 миллиардов тенге. Претензии были и к нацкомпаниям. О том, почему в нашей стране нерационально расходуют бюджетные деньги, и как с этим планируют бороться, в материале Донара Жумановой. Недостроенное жилье, непроведенная инфраструктура, нехватка школ и детских садов. Вот чем можно заменить выражение «неосвоенные средства». В прошлом году, по данным счетного комитета, эта сумма была равна 36 миллиардам тенге. Отсутствие соглашения о результатах по целевым текущим трансферам привели к ослаблению контроля со стороны центральных госорганов за достижением показателей результатов в регионах. В результате значительные суммы не осваиваются, используются не по целевому назначению, возвращаются в бюджет. Отмечается снижение эффективности деятельности квази-государственного сектора. Количество прибыльных субъектов квази-государственного сектора снизилось по сравнению с 2015 годом на 19%. О том, что квази-государственный сектор неэффективно расходует бюджетные деньги, говорили сегодня и депутаты. В 2016 году казахстанская ипотечная компания не освоила почти 15 миллиардов тенге. Это 80% из 19 миллиардов тенге, выдаленных на строительство арендного жилья. То есть построено жилье только лишь на 4 миллиарда тенге. В 2016 году на увеличение уставного капитала фонда Самрук-Казана для строительства объектов инфраструктуры на территории специальной экономической зоны национальной индустриальной нефтехимической технопарк в Атераусской области правительством выделено 10 миллиардов тенге. Есть и опытный оператор проекта, фирма «Карбатан Утилити Солюшнс». Но выясняется, что у этого оператора на контрольных счетах наличности уже числятся остатки на сумму 21 миллиард тенге государственных денег. Подобного рода нарекания нацхолдинги получают далеко не в первый раз. Министерство национальной экономики видит решение проблемы в переходе квази-государственного сектора на однолетнее планирование. Законопроект ведомства внесет в Можилис осенью. Мы хотим, чтобы мы деньги и планировали, и выделяли на один год вперед. Планируем, смотрим в середине года, как идет строительство, как идет реализация, как идет освоение этих средств. Если мы видим, что там большой процент, на следующий год закладывается. Если видим, что там проблемы, мы деньги дополнительно из экономики не отрываем и не перечисляем. И если министра национальной экономики журналистам удалось остановить для того, чтобы задать интересующие вопросы, с Бахидом Султановым такой номер не прошел. Вопросов к министру финансов было несколько. Почему о нерациональном использовании средств говорят ежегодно, а результата нет? Если в этом году администраторы будут неправильно планировать, то тогда привлечем их к ответственности. И как неосвоенные средства могли бы помочь рядовым казахстанцам? Если ориентироваться на данные Комитета госдоходов, на те неиспользованные 36 миллиардов тенге можно было бы построить, к примеру, 18 школ в Уральске или Актобе, где ощущается нехватка мест. Или же можно было бы отремонтировать несколько таких больниц, как в Казалардинской области, поселке Шиели, которая находится в аварийном состоянии. У всех у нас, у правительства, у парламента, одна общая задача – обеспечить эффективное использование бюджетных средств. И от того, как будут использованы эти средства, зависит достижение задач, поставленных главой нашего государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым по обеспечению экономического роста и повышению уровня жизни наших граждан. Государственные средства должны работать на государство. А для этого нужно сделать все необходимое, чтобы средства расходовались рационально, с пользой. И, как отметили народные избранники, они готовы поддержать соответствующие изменения на законодательном уровне.